Привет, дорогие зрители нашего любимого канала Рошару. С вами Алена Водонаева. Это значит, что сегодня четверг. И это опять же значит, что сегодня очередной, интересный и удивительный гость пришел ко мне в студию. И сегодня это Серега, рэп-исполнитель и сейчас уже продюсер, насколько я знаю. Просто хороший человек. Ты начинал как частушечник, потом был Серега-бумер, потом был Серега такой гламурный мэн. Вот интересно, какой ты сегодня. И мне вообще сказали, что ты заканчиваешь как исполнитель и начинаешь становиться на такую серьезную продюсерскую тропу. Ну, видишь, как я попал в шоу-бизнес и я стремлюсь в нем выживать. Не просто выживать, а чувствовать себя уверенно. И так получилось, что действительно я начинал как артист. Я сейчас продолжаю быть артистом. Но в течение времени я сделал вывод, что я могу быть и менеджером. И при этом я могу быть лучшим менеджером, чем мои менеджеры. Мне кажется, ты немножко лукавишь, когда говоришь о том, что тебе нужно выживать. Потому что выживают как раз те безликие многочисленные артисты, которые несут вот нечто такое одинаковое, какой-то вот серой массой в наш шоу-бизнес. А у тебя достаточно разноплановые альбомы всегда были. Я скажу тебе честно, что я с первого твоего альбома являюсь твоей поклонницей. У тебя слишком все индивидуально. Ты очень не похож на тех даже рэп-исполнителей, которые есть в нашей стране. Шоу-бизнес стал беднее. Чего лукавить. Шоу-бизнес конца 90-х годов, он не такой, как шоу-бизнес 2008-2009 года. Шоу-бизнес 80-х годов, он вообще другой. Раньше артист был богом. Сейчас бог олигарх. Артист работает у него на корпоративах. Денег стало меньше. Артистов не стало меньше. Их стало больше. Мы перестали зарабатывать на продаже дисков. Существует сомнительное РБТ, которое весьма вероятно в ближайшем будущем тоже исчезнет. Музыка выкачивается из интернета. Корпоративов становится все больше. Кассовых концертов все меньше. Потому что есть фабрика звезд. Она убила шоу-бизнес. Артист перестал быть... Он перестал быть свободно конвертирован. Он стал деревянным. Его можно увидеть по телевизору. Причем там показывают, что артист это не тот человек, который сам себе там пишет песни. Показывают, что есть какие-то люди, которые осваивают эту профессию. Им пишут мелодии, пишут тексты, их причесывают, их одевают, их учат говорить. Не зря я сказал выживать. Потому что с каждым годом, чем дольше мы находимся в шоу-бизнесе, мы артисты, сил становится все меньше, а ярче нужно быть. А сил становится меньше, чем ты был вчера и позавчера. Потому что слишком много новых. Потому что нужно бороться не только с новыми артистами, не только с конкурентами, а прежде всего с самим собой. Ты должен быть ярче, чем ты вчера и позавчера. А если наплевать на эту борьбу? Если наплевать на то, что нужно идти выше и с кем-то бороться, а просто делать то, что тебе нравится. Это не прокатит в нашей стране. Ты просто перестанешь быть артистом класса А. Вот и все. А кто у нас сейчас артисты класса А? На твой взгляд. Которые тебе симпатичны. Это Стас Михайлов. Это Левс. Сергей Трофимов. Это люди, которые собирают несколько тысяч человек, иногда больше, в любом городе. Которым не нужно ни с кем бороться. На сегодняшний день они занимают такие позиции, которые позволяют им действительно делать то, что они хотят. Все остальные должны выживать. А из рэп-исполнителей есть люди, которые наиболее симпатичны тебе? Ты знаешь, мне бы не хотелось употреблять эпитет «звезда», в случае, когда мы имеем дело с рэпом, тем более с рэпом на русском языке. То есть рэп был, есть и будет субкультурой. Звезды рэпера, они всегда будут звездочками по сравнению с другими артистами. В рэпе очень много самоутверждения. В рэпе очень много позы. Для того, чтобы быть успешным рэпом, нужно быть личностью. Почему у нас тогда так любят шансон? Там, где тоже очень много самоутверждений, причем на одну и ту же тему. Отсидели, выпили, там, мать, прости, полюбил, убил. Когда человек поет, пусть он не попадает в ноты, пусть он скорее хрипит или кричит, чем поет. Как это делал Высовский. Но в этом есть какая-то сельмяжная правда русской души. В этом есть надрыв, посыл, который понятен многим. Когда человек читает какие-то речевки, то есть он шутит, скорее всего. Его нельзя серьезно воспринимать. Хотя есть попытки, и очень даже удачные, когда люди совмещают, артисты совмещают, вот эти два жанра, там, рэп, шансон. И время от времени есть какие-то вспышки успеха. Но мы не можем говорить о том, что рэп стал успешным, или рэп стал массовой культурой. Он не стал массовой культурой и не станет никогда. Но ты ни одного имени так и не назовешь, да? Нет такого рэп-исполнителя, который тебе, может быть, просто был близок. Евгений Леонов. Евгений Леонов, вот, была партия замечательная Винни-Пуха, которую он озвучил в 1968 году, если мне не изменяет память, на киностудии «Союзмультфильм». Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Вот это первый настоящий народный русский рэп. Маяковский мог бы быть рэпером, мне кажется, если бы он жил в наше время. Мне кажется, он тоже заложил. Разница между стихами и рэп-текстом. Рэп-текст отличается от стихов тем, что смысл, вес и значение, по большому счету, он приобретает только в момент исполнения автора. Тебе поэтому хочется уйти из этой области и заниматься другими людьми, потому что ты помогаешь, и твой звукозаписывающий лейбл «Кинг Ринг», и сейчас у тебя новая девочка, Ри, «Майя каменных джунглей». Изначально «Кинг Ринг» – это объединение, которое должно было поддерживать несколько артистов-земляков. Там советоваться друг с другом, помогать друг другу, где-то, если нужно, прикрывать друг друга, защищать друг друга. Ну и поскольку я был старшим товарищем номинально, я стал как бы главным. Но ты продолжаешь помогать сейчас ребятам? Да, я продолжаю помогать. Я продолжаю помогать, хотя, наверное, лучше бы было, если бы я все-таки продюсировал. Потому что продюсер – это тот человек, который может сказать «нет», который может отрезать, который может заставить. Неужели ты не можешь заставить? Я ни за что не поверю, что, к примеру, Ри сидит у тебя на шее, и ты не можешь ей сказать «нет». Нельзя заставить человека что-то сделать. Это мое глубокое убеждение. Именно поэтому мы долгое время не подписывали вообще никаких контрактов. А как ты находишь подход к артистам? Убеждать. Убеждать, давать время человеку. Я верю в то, что человек сам кузнеет своей судьбы. И поэтому, если он так сам собой поступает, если он не внемлет советом старших товарищей, если он относится к жизни таким образом, как если бы он жил вечно, может быть, ему так хорошо, может быть, ему так лучше. У каждого из нас своя судьба. Хингринг – это семья, в которой есть любимые дети, послушные дети, менее послушные, но все равно они любимые, они дети все. И все равно они там есть, даже если они не послушные. Да, и они там есть. А ты помогаешь как-то формировать им имидж свой? Я могу давать советы. То, что для меня правильно, возможно, неправильно для тебя. Но если ты меня споришь, я могу там сказать свое мнение, как бы я поступил. Навязать тебе ничего не могу. Так же с артистами. То есть я никому не навязываю ничего. Выбираю я артистов, да как и все мы, нормальные люди. Мы хотим общаться с теми, кто нам приятен. Мне приятно общаться с Максом Лоренцем. И много лет я с ним общаюсь, с Ацура, и мы дружим, и общаемся. Я восхищаюсь энергетикой, ее самодисциплиной. Расскажи о ней, потому что она такая восходящая звезда, я так понимаю, и она даже еще не... Вот только-только начинает. Ри – это девушка-воин. Девушка-воин – это такая амазонка. Удивительная красота, женственность, в ней сочетается вот с такой мужской опасной силой. Это такая вот энергетика, энергетика воинственная, боевая такая, да, которую редко можно встретить вообще. Со сцены это тоже будет чувствоваться? Да, я думаю, что это будет чувствоваться со сцены, это чувствуется со сцены. Она вообще пришла в музыку через движение. То есть у нас с двух лет занималась балетом. И для меня вообще балет, ну, это область самовыражения, которое мне абсолютно непонятно. Вот. То есть я шутил несколько раз по этому поводу. Я не могу серьезно, я не мог серьезно относиться вот к этому действу, где мужчины, да, значит, передвигаются в обтягивающих, а в облегающих дольчиках. Мне непонятно, как можно своего сына отдать балет, маленького мальчика, толкая его, так скажем, в такую довольно странную область. В опасную область, да. Могут завлечь тебя в твои сети. Обтягивающих. Обещать тебе... Сети обтягивающих колботов. Обещать тебе, да, путь в голубой экран. Голубой огонек и так далее. Вот. И мне это все было непонятно. Но когда я пообщался с ней, она мне рассказала некоторые подробности этого вида спорта. Я сейчас уже так к этому отношусь. Я понял, что это очень опасное, тяжелое, трудоемкое занятие. Но обладает железной волей. И характером, да. Конечно, да. Но как выделиться молодой начинающей артистке, вот твоей артистке, раз мы уже с тобой сегодня встретились, вот среди всего этого изобилия даже не поющих девушек, а просто девушек. Это произойдет само собой. Нельзя обмануть человека. Шоу-бизнес – это обмен энергии. Я очень четко отдаюсь об этом отчет. Это все. Если в тебе есть энергия, ты можешь ее отдать. Если в тебе нет ее, тебе нечего дать людям. А наш шоу-бизнес сильно отличается от западного шоу-бизнеса? У тебя вот недавно гастроли были в Америке, и ты вообще летаешь по миру. И отличается ли российский шоу-бизнес от украинского шоу-бизнеса? Потому что мне, к примеру, просто даже смотреть на каких-то украинских исполнительниц приятнее, чем на наших. Ну, тебе нравятся красивые девушки. Красивые девушки, да, красивые люди. Тебе фактура нравится. Шоу-бизнес в каждой стране он свой. У нас он сильно отличается? Очень, конечно. Определяющим словом, словосочетание, или в сложном слове шоу-бизнес, является слово бизнес. Ну, так вот, бизнеса нету как такового. То есть, его нету. Не работают законы. Государство наплевать на шоу-бизнес. До определенной степени. А в Америке не наплевать? Нет, в Америке не наплевать. В Америке государство... Поддерживает. Оно давно отдает отчет в том, что шоу-бизнес это индустрия, которая обязана приносить деньги государству. Обязана пополнять налоговую кассу. Я уверен, что не существует пиратства в таких масштабах, в которых оно существует у нас. Ни в одной другой стране. Мне кажется, даже в Китае его не существует. Просто я знаю, что в Америке, к примеру, вообще считается дурным тоном, когда притягиваются свои люди. Когда вот какой-нибудь богатый мужчина хочет, чтобы его дочь стала звездой, вот он вкладывает в нее деньги, она поет. И там действительно, если уж это актрисы, то это актрисы. Потому что я даже на сегодняшний день, кроме Чулпана Хаматовой, никакой актрисы-то хорошей назвать не могу. Ну, может, там Лиза Боярская еще. Согласен. Красивая, талантливая. Нет, мне кажется, много есть артистов, актеров и актрис талантливых. Ну, просто не всем удается. Не всем даются эти роли. Потому что они даются как раз чьим-то дочкам, или любовницам. Может быть. Может быть именно поэтому. Такой период. А как ты думаешь, он закончится? Он закончится? Конечно, он закончится. И кризис должен расставиться на свои места. А вот сейчас как раз это вот время проверок для всех вообще. Сейчас выживет все настоящее. А тебе самому перед какой публикой больше нравится выступать? Перед нашей или перед западной? А я выступаю всегда перед нашей публикой. Потому что даже если это Америка или Европа, это все равно русские люди. А ты больше отдаешь или ты получаешь, когда выступаешь? А это тоже физика. У меня не было ни одного слабого концерта, наверное. Как бы плохо я себя не чувствовал, в каком бы настроении я не находился перед концертом. После концерта я всегда в хорошем настроении. Практически всегда. Это значит, что я все-таки получаю. Наверное. Наверное, получаешь. 2005 год. MTV Russia Music Awards. Ты получил аж две награды, по-моему, за один раз. Это был лучший рэп-исполнитель года и лучший рингтон. В то же время какой-то рэп-портал, я, к сожалению, не знаю название, признал тебя там самым худшим рэпером. Мне просто интересно, часто ли бывают такие противостояния, когда, знаешь, из холодного в горячее, когда одни считают, что ты лучше, а другие в то же время, ну, я не знаю, вставляют палки в колеса и говорят, что... Как это можно понять? Ну, ты мелькаешь, ты становишься публичным человеком. Значит, есть люди, которым ты нравишься, которым ты симпатичен, ну, и логично предположить, что есть люди, которых ты раздражаешь. Ну, как Магомаев говорил, да, там, я же не там, не червоня, что нравится всем. Всем нравится, да. Да. Я не слышал за время вот своего пребывания в шоу-бизнесе о маломальске конструктивной критике в свой адрес. Не слышал. Вот. Люди боятся, высказывают сомнения. А какую музыку ты любишь? Что ты слушаешь в машине и дома? Я в машине слушаю радио, релакс-ФМ. Я слушаю сол. Я вот скоро стартую передачу на одном музыкальном канале. Ты будешь ведущим? Нет, я уже ведущий. Я уже отснял. Передача называется «В постели с Сержем». Посмотри. А, хитрец какой. Да. Посмотри. И к тебе будут приходить туда гости прямо в постель? Нет, нет. Там просто я и красивые девочки в моей постели. И все. И мы смотрим мои любимые клипы. Вот если ты посмотришь эту передачу, ты поймешь, какая музыка мне нравится. А девочки, как отношение твое к девочкам? Сильно ты увлекаешься женщинами вообще в жизни? Женщина для тебя большое значение имеет? Женщины – это моя большая слабость. Вот. И мне очень сложно с ними правильно обращаться. Потому что очень много интересных, очень много по-настоящему больших, достойных, мощных, интересных женщин. И многие из них уделяют мне внимание. Понимаешь, что это дело? Но тебе просто пока не хочется останавливаться, не хочется стабильности и семьи приходить домой, когда тебя ждет одна и та же женщина каждый день, либо ты просто настолько занят работой, что не готов. Организация семьи и жизнеобеспечение семьи абсолютно никак не связаны с постоянным, с перманентным стремлением удивляться и восхищаться все новыми и новыми женщинами. Понимаешь? Ты не можешь быть моногамным. Наверное, я могу быть моногамным. Но мне сложно это. Но ты сказал, что ты месяцами не видишься за своей семьей. Говоря слово семья, ты имел в виду родителей, близких людей? Нет, я не имел в виду только родителей. Я имел в виду любимую девушку, сын. И ты не видишь сына месяцами? Иногда, да. Речь идет просто о том, что я хочу быть свободным. Я должен быть свободным. Я свободен. Ну, ребенок, это же ответственность. Но мы говорим сейчас о разных вещах. То есть, когда ты слышишь, что я говорю, что я должен быть свободным, ты себе рисуешь легкомысленный образ жизни. Для того, чтобы мне быть собой, для того, чтобы мне работать, для того, чтобы все так функционировало, более-менее правильно, как сейчас-то функционирует и работает, я должен быть свободным. Ты понимаешь, в чем дело? Ты часто менял образы. Ты настолько красиво и стильно сегодня одет. Я сразу же вспоминаю тебя, когда ты в спортивном костюме, такой гомельский парнишка. Когда появился альбом «Диско малярия» 2005 года, ты сменил спортивные кеды на запонки и дорогие костюмы. Как это у тебя получается? Что у тебя внутри такое переключается и щелкает, что ты резко выходишь из одного образа, и второй образ как-то формируется очень органично, и ты уже комфортно себя в нем чувствуешь, и ты говоришь другие слова, и говоришь не только словами, а говоришь еще и своим внешним видом. Я, ты знаешь, с детства не обращаю внимания на то, во что одеты люди. Не хочу учить вот что модно, что не модно. Я человек, который быстро делает покупки. Я всегда вижу человека, который за одеждой. Понимаешь, в чем дело? Я всегда смотрю в глаза. одеть одеть новые брюки, одеть новую рубашку, одеть жилетку, одеть костюм. Ну, что в твоей голове сегодня? Какие мысли? Что ты думаешь? Что сейчас волнует тебя? Так, как волновало когда-то. Ты знаешь, меня сейчас ничего не волнует. Ты бы не стал заниматься другими людьми, не стал бы помогать, если бы тебя... А я делаю это, не волнуюсь. Я просто делаю то, что должен делать. Ты все понимаешь? Вот в этом заключается смысл моей жизни. Смысл моей жизни заключается в том, что я не задаю вопросов, а я просто делаю. Расскажи, как обстоят дела с благотворительным фондом твоим «Дети улиц». Нету никакого фонда. Нету. Была инициатива собраться, сброситься, скинуться, все вместе, там, записать трек. Там, каждый спел по куплету, там, по четверости, что он и читал. Но это ничем не увенчалось. Реализовать этот трек, можно было скачать его, послав СМС-ку. И эти деньги отправились бы уже. И эти денежки, да, эти денежки где-то аккумулировались бы, да, и потом с ними что-то бы произошло. Я был удивлен, насколько вот этим молодым людям, подросткам, слушающим вот эту модную музыку, социальную музыку, музыку социальным по текстам, уличную музыку, насколько им наплевать вообще на то, что происходит, собственно говоря, на улице. Я не горжусь этой инициативой. Я благодарен этим людям, которые послали свои СМС-ки, вот, но сделав это, они еще раз убедили меня в том, что все это комьюнити, вся эта культура. Я много лет вкладывал свой талант в то, чтобы донести речитатив до людей. Сделать то, что сделать, они все боятся. Понимаешь-ка? Вот. И сейчас я стою у разбитого корыта, ты понимаешь-ка? Я, ну, я вот видишь, красиво оделся. Могу себе позволить. Но тебя это стопорит внутри? Нету субкультуры. И те ребята, которые отправили СМС-ки, это исключение из правил. Нету комьюнити, понимаешь-ка? Слово комьюнити, да, что это значит? Это общность, да? Нету этой общности. Каждый сам за себя. Сборище, кучка, разособленных эгоистов. Скажи, насколько востребованной может быть деятельность артиста, сторонняя деятельность, такая как рестораны, такая как своя линия одежды? Настолько, насколько он может окружить себя людьми, которые возьмут это на себя. То есть все зависит от команды, которая вокруг? Конечно. Артист не разбирается в этом. И если он продолжает оставаться артистом, он не сможет, скорее всего, контролировать ни один из сторонних бизнесов. Он должен разбираться в этом. Он должен быть дипломированным ресторатором, он должен посвящать себя этому, он должен контролировать это. Невозможно усидеть на двух стульях. Для многих это просто очередной пиар-ход. А когда ты сотрудничал с такими фирменами, как Кенгл, Зипа? А как я сотрудничал? Я просто давал им право, передавал им право размещать мою символику на их продукции. Это была попытка заработать какие-то деньги еще где-то там сбоку. Вот и все. Ну и пиар-ход, естественно. Ну а кем бы ты еще мог быть, если не артистом? Вот представь, что ты дверь, куда ты ведешь? Кем бы ты ни был, ты должен быть человеком, просто и все. То есть, мне все равно. Полностью поддерживаю тебя за твои слова, что главное быть человеком. Я тебе желаю оставаться человеком. Я тебя очень люблю. Спасибо, что пришел. И это была одна из приятнейших бесед.